Привет, друзья! Вы на канале Классик Орхидейного Жанра. Сегодня мы будем продолжать дрейфовать по коллекции моих орхидей. Мы не будем ни о чем думать, мы не будем чему-то учиться, мы будем просто созерцать красоту. Я буду показывать цветения своих орхидей и чуть-чуть о каждой из них рассказывать. Ссылку на первую часть нашего путешествия я оставлю в первом закрепленном комментарии под видео и в описании к нему. Прошлое видео завершилось цветением фаленопсиса Magic Art, который сейчас на ваших экранах, но тогда я о нем не рассказала. А сейчас немного расскажу. Этот фаленопсис без малого 3 года в моей коллекции. И все это время фаленопсис находится в одной и той же посадке, и это посадка в керамзит. Правда, в чистом керамзите фаленопсис отказывался цвести пышно, и тогда я добавила в этот керамзит органики. Фаленопсису это необыкновенно понравилось, и он начал цвести шапками. Этот сорт относится к тем орхидеям, которые могут цвести годами. Он прекрасно в виде дерева цвел летом, и я неоднократно вам показывала это в своих обзорах. Также пышно, красиво и ярко он цветет у меня и зимой. В моих условиях на цветоносе пробуждаются практически все меристемные почки, и поэтому ответвление каждой из них образует свои каскады, что смотрится невероятно красиво и пышно. Я обязательно в дальнейшем сделаю отдельное полноразмерное видео об этом сорте, потому что вопросов много. Многие спрашивают, как связаны сорта Magic Art и каменная роза. Почему можно купить фаленопсис, у которого на гашке выбита Magic Art, а он в дальнейшем зацветет каменной розой, и наоборот. Очень многие печалятся и расстраиваются на эту тему, но делать этого не стоит. Я обязательно расскажу, почему. В этом цветении у фаленопсиса очень крупный цветок. Диаметр цветка более 10,5 см. Несколько цветов распустились пилоричными, но в данном случае это только добавляет растению шарма. А вот так распускается последний бутон на третьем цветоносе моего белого королевского беглипа, моей монаршей особы. Я обязательно покажу вам это цветение, оно просто шедеврально. Я очень люблю момент распуска бутонов. Это такая загадка. А теперь, друзья, встречайте цветение фаленопсиса Pirate Picati в 2022 году. Первый цветок раскрылся таким ярким, таким красивым, таким блестящим и таким нежным. Часто меня спрашивают в комментариях, на какие сорта следует обратить внимание новичкам, чтобы сорт был непривередливым, неприхотливым, долго и обильно цветущим и необыкновенно красивым. Pirate Picati именно такой сорт. Цветет у меня уже больше года. В прошлом году цвел с февраля и до середины лета. Потом зацвелся от ветвлений и тоже постоянно присутствовал во всех обзорах. И теперь цветет снова. В прошлом году его цветение началось в феврале. Всего с 8 цветов. В конце цветения на фаленопсисе было 30 цветов. И я сформировала цветонос и ответвление в виде шара. Если вы не видели это видео, напишите мне в комментариях. Я ставлю ссылку и вы посмотрите, как фаленопсис может цвести шаром. В этом цветении у фаленопсиса уже 2 цветоноса. И на одном и на втором из них уже больше, чем 10 бутонов. Очень красивые цветоносы. И в дальнейшем я буду смотреть, как они будут развиваться и как красиво можно их сформировать. Продолжает свое необыкновенно ароматное цветение зигапиталу Лузендорф. Хотя, наверное, он уже не продолжает его, а завершает. Посмотрите, как обесцветились его верхние петалии и сипалии. Они стали как бы прозрачно-коричневыми. А в начале цветения они густо шоколадного цвета и совсем не просвечиваются. Посмотрите, сколько капелек воды на цветах зигапиталума. А это значит, что он совершенно недавно из-под душа. Зигапиталум очень любит душеваться. И вода попадает везде. В том числе и на цветы. Вода ну никак не вредит цветам орхидеи. Не заставляет их отцветать быстрее. Главное, чтобы вода не попадала в колонку цветка или пыльник. Именно туда, где хранится пыльца орхидеи. В прошлом году зигапиталум цвел 4 раза. И это было просто бесконечное цветение. Пока отцвел один рост, подрастал другой и снова зацветал. Одно цветение сменяло второе. А вот такое чудо на самой старой пульбе растет у меня сейчас. Не знаю, что из этого получится. У этого нечто даже есть свои корешки. Симпадиальные орхидеи поражают меня своей способностью к размножению. Новая жизнь возникает там, где ее совсем не ждешь. Продолжает свое цветение в полном роспуске фаленопсис голландских производителей Buttercup. Необыкновенно яркий и очень ароматный фаленопсис канареечного цвета. Этот цвет, кажется, даже виден в темноте. Примечательностью этого сорта является то, что цветы со временем цветения не выцветают, а наоборот становятся более яркими. На примере этого фаленопсиса мы рассматривали адаптацию орхидеи в домашних условиях. И я обязательно сделаю отдельное видео на эту тему. А вот так начинается очередное цветение микрофаленопсиса Тайсука Кобальт. Цветет фаленопсис в моих условиях просто бесконечно. Одно цветение сразу сменяется другим. Этот фаленопсис цвел летом на два прекраснейших цветоноса. Еще во время цветения выпустил этот цветонос, вырастил его и начал распускать. Полного распуска орхидея еще не достигла. Когда распустится полностью, я сделаю отдельное видео об этом фаленопсисе, потому что это растение примечательно. Именно на примере Тайсука Кобальт мы рассматривали реанимацию орхидеи. И я рассказывала вам, что ничего не нужно у орхидеи отрезать. Листья удалять не надо, ствол резать не надо. Надо лишь посадить орхидею в новую посадку и оставить ее в покое. Те зрители, которые не любят смотреть канал целиком, а смотрят урывками, часто пишут в комментариях, реанимация невозможна. Покажите мне хоть одно растение, которое было бы совсем без корней, а потом пышно зацвело. Друзья, на этом канале множество таких примеров. Много раз я вам рассказывала, что в нашем регионе, во Владивостоке, очень сложно купить здоровое растение, а уж тем более выбрать его самостоятельно. В наших магазинах орхидеи не продают. И поэтому практически все орхидеи мы покупаем через интернет. Что дали, то и выращиваем. Порой выращиваем из такого состояния, что язык не поворачивается назвать его приличным словом. А вот так пилорично-кучерявенько продолжает свое цветение Асконопсис Ирэндопкин. Право слова, я не знаю, что повлияло на такую четкую и явственную пилоричность у многих сортов фаленопсисов. Просто даже не могу предположить. Мутаций в этом году так много. Они все такие разные, порой забавные, порой прекрасные. Что я, пожалуй, выделю все эти мутации в отдельное видео, сгруппирую их и вам покажу. Просто удивительные варианты попадаются. А сейчас я пытаюсь передать вам величину цветка Асконопсиса Ирэндопкин, ставя это растение вместе с другими орхидеями. И вы видите, какой у нее мелкий цветок. Поэтому я предпочитаю рассматривать это цветение как букетик. Я не смотрю на отдельно взятый цветочек, я смотрю на всю эту милую шапочку цветов. У Ирэндон тонкие полупрозрачные лепестки, и когда через них проникает солнечный свет, они будто бы светятся изнутри. Смотрится это необыкновенно нежно. А вот посмотрите, очень интересный кадр. Ирэндопкин рядом с очень крупноцветковым фаленопсисом Firebird. Один цветок жар-птицы больше, чем весь букетик Ирэндопкин. Продолжает свое прошлое цветение и одновременно начинает новое фаленопсис Горизонт. Цветоносы в этот раз расположились таким образом, что наблюдая на солнце один цветонос, второй не видно. Пока фаленопсис не в полном распуске, в дальнейшем я обязательно его вам покажу полностью. Это необыкновенно яркий и жизнерадостный сорт. Продолжает свое бесконечное цветение буквально по всей моей квартире Дендробиум Бериода. Цветут кейки, цветет основное материнское большое растение. В прошлом году я отсоединила со второго этажа несколько кейков и укоренила их. В этом году они выросли, образовали интересные кустики и зацвели. Совершенно неприхотливый в уходе Дендробиум. Однако у некоторых архолюбителей его выращивание вызывает определенные сложности. И часто в комментариях у меня просят рассказать о Дендробиумах. Друзья, это практически невозможно сделать. Почему? Да потому что Дендробиумы – это настолько распространенный и широкий вид орхидей, которые представляют и объединяют в себе несколько групп. Есть и теплолюбивые, есть и холодолюбивые, и есть Дендробиумы нейтрального содержания. Одни из них способны расти и цвести круглый год без периодов покоя. Другим нужны определенные четкие периоды покоя. Какой из этих Дендробиумов у вас? Не знаете даже вы сами. И поэтому я, конечно же, не смогу вам дать какие-либо рекомендации по этому поводу. А вот так, как всегда на два этажа, цветет мой Пафиопедилум Пиноккио. У него невероятная яркая, нежная, розовая и в веснушках брюшко. Закрученные пушистые и пятнистые усики. И вот такая длинная на 16 цветов лестница на второй этаж. А на втором этаже тоже Пиноккио. Иногда их два там живет, иногда три, иногда один. В данном случае левого соседа Пиноккио уже повело. Но ведь красавцы! В прошлом видео я показывала вам мартовское цветение, золотистые или желтые шлюмбергеры. А сегодня у меня раскрылась еще вот такая. По-разному в мире называют это растение. В России обычно его называют декабристом. А в других странах шлюмбергеры или зигокактусом. Я не позволяю моим шлюмбергерам вырастать в большие растения, потому что места катастрофически не хватает. Но шлюмбергеры я люблю. Это память о моей бабушке. У моей бабушки в 10-литровой старой эмалированной кастрюле рос необыкновенно большой декабрист. И всегда цвел просто невероятной шапкой. Конечно, современные шлюмбергеры уже не те, что были раньше. Они более адаптированы к нашим квартирным условиям, легче и проще зацветают, необыкновенно радуют своим красивым и гордым цветением. Но вернемся к фаленопсисам. Продолжают цвести мои перманентные круглогодично цветущие азиаты. А точнее сказать, змеиные представители азиатов. На ваших экранах фаленопсис snake skin или змеиная кожа. В это трудно поверить, но фаленопсис цветет сразу на 3 цветоноса. Четырьмя цветами. На 2 цветоносах по 1 цветку, а на 3 целых 2. И так круглый год, перманентно цветущий по нескольку цветочков на всех цветоносах. Дорогие мои зрители, в это нелегкое для всех нас время я желаю вам крепкости духа, воли, надежды в правильность Божьего промысла и терпения. Франклин Рузвельт сказал, чтобы цивилизация уцелела, мы должны культивировать науку человеческих взаимоотношений, способность всех народов, самых разных, жить вместе в мире, на одной земле. Первой жертвой войны становится правда. У мира не меньше побед, чем у войны, но куда меньше памятников.